МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, сегодня в выпуске. Дорогу размыло, а никаких опознавательных знаков о том, что этот участок дороги опасный, мы не видим. Показываем стылу, которая появится на привокзальной площади. Высотой 10 метров, весом более 25 тонн. Узнаете, когда она займет свое место. Верят ли Ачинцы чиновникам? Подводим итоги народного опроса. Пустое звоны. Фредди Меркьюри и призрак оперы. Ачинцы смогут попасть на бесплатный концерт. Расскажем, где и когда все будет. По тревоге телеканала «Осана» опасный обрыв на шоссе нефтяников сегодня обратили внимание. Краевые и городские дорожники совместно с мэрией сегодня оценили ситуацию. Накануне мы рассказали, что на съезде к озеру мясокомбината дорогу размыло. По словам водителей, это произошло буквально за месяц, пока шли дожди. Мы выяснили, что в прошлом году здесь шло строительство дороги к микрорайону «Зеленая горка». И по заказу мэрии дорожники обустроили весь перекресток, закатали в асфальт почти километр шоссе нефтяников, обустроили съезд к озеру и поставили ограждение. Делала все это красноярская фирма «Стройтехникс». Как заверили нас в мэрии, все работы выполнены по проекту. Как сейчас остановить разрушение дороги, нам рассказали в Краевом управлении дорог. Для того, чтобы сегодня предотвратить дальнейшее разрушение насыпи и обеспечить безопасность в этом участке, необходимо скальным грунтом, дренирующим грунтом, засыпать все эти промоины, причем на всем протяжении вот этого закругления. То есть это нас не от металлического барьерного окружения, демонтировать его, сделать воткосную часть из скального крепкого грунта, укрепить обочину и снова восстановить время барьерного ограждения. Новый участок дороги будет на гарантии 5 лет, но похоже, это не гарантийный случай. Кто займется теперь ремонтом и когда он начнется, дорожники решат в пятницу 27 сентября. Автомобилистам советуем быть внимательны на этом съезде. Мария Липченко, Александр Сиделев, новости телеканала ОСА. Два закрученных лепестка, которые соединяются на вершине в обрамлении кольца с надписью «Ачинск», высотой 10 метров, весом более 25 тонн. Такой будет новая стела, которая уже в октябре появится на площади около ЖД вокзала. Сейчас конструкция обшивается строительной сеткой и к концу этой недели она полностью будет готова к нанесению специального суперпрочного бетонного раствора. Подробнее об этом нам рассказал представитель фирмы «Комплекс строй» Вячеслав Новоселов. Металлокаркас полностью закончен уже. Сейчас идет внешняя отделка стелы, оформление для того, чтобы потом наносить торки бетона. Это такой состав торки бетона, который наносится напылением, толщина слоя 6 сантиметров, высокой плотности. Потом это будет штукатуриться, краситься. Работы начались три месяца назад, сразу после определения подрядчика. Им стала фирма «Комплекс строй», уронив цену на торгах с 2 до 1 миллиона 400 тысяч рублей. В июле на ЖД «Кольце» уже залили бетонную площадку, подготовили ее к установке стелы. А вот к монтажу самой металлоконструкции приступили не сразу. Сложности были в том, что на ней было конкретно прописано, каждая деталька, какого размера, какого сечения. Поэтому нужно было дополнительно заказать проект для того, чтобы каждую деталь поставить на свое место. Уже на следующей неделе металлоконструкцию перевезут на привокзальную площадь и начнется завершающий этап. Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены до 31 октября. Как говорит Вячеслав Новоселов, это была действительно интересная работа. Всегда приятно делать что-то необычное, что никогда никто не делал. Потому что для того, чтобы изготовить эту конструкцию, необходимо было придумать, как это сделать. Потому что каждая деталь в этой конструкции уникальная, то есть неповторимая. Поэтому нужно было ее поставить на свое место для того, чтобы эта форма в конечном итоге связалась. Наталья Солдовник, Александр Сиделев, новости телеканала АСА. Рубрика «Народный корреспондент» продолжает наш выпуск. Сразу сделаю маленькую ремарочку. Хочу сказать всем большое спасибо тем неравнодушным жителям, которые присылают к нам в Вайбер либо в группу ВКонтакте. Все, что они видят, то, что в городе не так. Вот сегодня буквально несколько часов назад жительница города Ачинска, наша подписчица, зрительница прислала вот такую фотографию, где изображен колодец в Парке Победы. Она говорит, что она позвонила сразу же в МЧС, но в МЧС ее перевели на теплосети, а в теплосети сказали, что к парку они никакого отношения не имеют. В чем загвоздка? Это общественное место. И, естественно, вот такие вот колодцы, сейчас вам продемонстрирую просто глубину этого колодца. Здесь постоянно детки, без присмотра родителей. Ну, я думаю, что как бы наглядно-то понятно, что в принципе опасная территория. Кто-то все-таки, видно по сигнальной ленте, по ограждающей ленте, что это все-таки здесь закрывал. Может быть, также неравнодушный житель, может, кто-то все-таки приезжал сюда. Но, как видите, ситуация не решилась. Мы сегодня позвонили в службу в единодиспетчерскую службу по телефону 77050. Заявочку приняли. Но, думаю, что в ближайшее время, надеюсь, что в ближайшее время этот колодец будет закрыт. И общественное место будет безопасным не только для детишек, но и для всех жителей нашего города. Здравствуйте. Какие-то оперативные. Можно вопрос? В течение какого времени устраните? А мы-то что-то не можем. В смысле, вы спасатели? Ну, мы люки возим, что ли? Не знаю, вы же куда-то дальше перестали. Так же ленточкой сейчас загрузим будет. А куда передаете, получается, потом? В обслуживающей организации. Вообще оперативно работает обслуживающая организация? Оперативно. Ну, хочу сказать тем же самым неравнодушным жителям города Ачинска. Не можем, конечно, сразу уследить, в какой период заделают этот провал в колодце. Но если вы будете проходить здесь по этому месту, будьте добры, отпишитесь. Заделали, закрыли этот колодец. Или прислайте нам фотографию к нам в группу ВКонтакте. Давайте вместе сделаем наш Ачинск намного лучше. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин, телеканал «АСА». Уборка урожая в Ачинском районе. Все самое интересное далее в выпуске. Субтитры делал DimaTorzok район торговый ряд возле Синда. Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на крайбазе Кирова-3, склад 10. Сеть губернских аптек отдел оптики в аптеке номер 360 объявляет акцию «Скидка 50% на солнцезащитные очки и 20% на поляризационные уникальные линзы «Кризал Превенция». Дошкольникам, школьникам и студентам при покупке от 3000 рублей подарок. Большой выбор линз, очков и оправ в наличии и на заказ. Улица Свердлова, 19. На Ачинских землях уборка урожая вышла на финишную прямую. Раньше, чем в прошлом году, это благодаря теплой и сухой погоде. Ачинские аграрии уже собрали более 35 тысяч тонн зерновых культур. В полях недалеко от поселка Ястребово уборочная площадь составляет более тысячи гектар. В этом году здесь появился новый комбайн. Он намного эффективнее устаревшей советской техники. Барабаны вот этого комбайна работают очень эффективно. Сто процентов вымолачивается все зерно, а тепли нет. Есть отходное производство. Во-вторых, вот смотрите, значит, соломы не остается. Работают ножи специальные. Они рубят соломную массу и превращают ее в такую вотку. Потом это все. Если не будет вактор, все это дело запахивают. Это хорошо, удобрение. Почти натуральное. Благодаря государственной поддержке за последние 4 года Ачинский район обновил практически всю уборочную технику. Это 28 единиц комбайны и тракторы. К слову, каждый стоит порядка 9 миллионов рублей. Именно новая техника, со слов начальника отдела сельского хозяйства, позволяет качественно и быстро возделывать поля и убирать урожай. Тем более пассивные площади каждый год увеличиваются. Раз мы увеличиваем пассивные площади, значит, у нас есть чем обработать и чем убрать. В этом году, в текущем, в 2019 году, наши сельхозтоваропроизводители приобрели 4 зерноуборочных комбайна, 2 трактора. Один трактор, значит, российского производства, один трактор импортного производства. То есть, для наших земель в размере, сейчас обрабатывая площадь, у нас более 24 тысяч гектар. Этого вполне достаточно. Комбайны на сегодняшний день за один час убирают до 18 тонн. На землях Ачинского района аграрии выращивают овес, пшеницу, озимую рожь и рапс. Закончить уборку планируют уже на этой неделе. Это значительно раньше, чем в прошлом году. Также, по сравнению с прошлым годом, отмечается увеличение по намолоту зерна и урожайности в целом. Это, как рассказывает глава района Евгений Розанчугов, напрямую зависит от почвы. Почва мягкая, правильно обработана, правильно спахана, удобрена. Сами видите, что ножки провалятся, как в грядках, наверное, в огороде. Начальник нашего отдела, как я сказал, что находимся на самой мягкой земле в Красноярском крае. Таких полей, как он сказал, всего три в Красноярском крае. Можете сами в этом убедиться. Проблем нет и с реализацией зерновых. Со слов Евгения Розанчугова, часть урожая уходит на экспорт в Монголию и Китай. Другая остается в районе. Идет на комбикорм и продажу жителям частного сектора. Добавим, что Ачинский район уже несколько лет лидирует в крае под темпом уборки зерновых культур. Также и в Пассивной район остается передовиком. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала ОСА. Верить или не верить нашим Ачинским чиновникам? Вот в чем вопрос. Вчера редакция ОСА у себя в группе ВКонтакте сделала такую некую голосовалку, где обычные жители города Ачинска оставляли свое «за» и «против». Верят или нет веры в работу наших чиновников? Итак, за сутки голоса в опросе распределились таким образом. Верят чиновникам 3% от числа всех голосовавших. А это 351 человек. Из них большая часть наших горожан, которые верят или хотят верить. Не видят веры почти 97%. Большой перевес голосов. Ну, вы сами понимаете, в соцсети бывают накрутки на голоса, потому что очень много фейковых страниц. И вот мы сегодня в дополнение этой голосовалки ВКонтакте вышли в город, чтобы напрямую спросить у нашего Ачинского народа, есть ли у них вера в наших чиновников. Давайте спросим. Я ничего не вижу. Обещают много, не делают ничего. А почему это происходит? Наверное, зажрались. А верите ли вы нашим чиновникам Ачинским? Нет. Почему? Им верят, им верят. Обещают много, но ничего не делается. Это хоть где-то, в каждом городе. Не в каждом. Есть, да, есть ответственные, есть и дороги. В каждом городе свое. Но здесь ничего не делается. Да вообще, в принципе, не в чью работу никаких чиновников. Уже давно, мне кажется, никто не верит. Почему? Потому что нет эффекта их работы, нет результата, результата, которые обещают всегда. Нормально, хорошо. Почему? Потому что я здесь, Паш, я из Баку, и вот летом приезжаю, работаю, а зимой, все равно. У меня здесь все нормально, все хорошо. То есть работа чиновников на пять? Ну. Нет. Почему? Ну, потому что вон, видите, все заросло. Ну, а как не верить? А почему? Ну, а почему не верить? Человеку надо верить. То есть в этом? Да. Всегда вера? Ну, а без веры как же жить? Доверять? Доверять? Да. Ну, а если воруют, попадутся, посадят. Кстати, недоверие и недовольство властью – это сегодня общероссийский тренд. И власть сама разжигает силе чувства к себе откровенной ложью и невыполненными обещаниями. Нелепыми высказываниями о пользе макарошек и нищеты народа, который ее, в общем-то, не выбирал. В очередной раз убеждаемся – мы и они два разных мера. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Сибирочка лучшее расскажем далее! 27 сентября в 10.00 приглашаем на открытие аптеки по адресу улица Декабристов, 27 Г. Подарки первым покупателям. Новый ресторан «Ночь Востока» приглашает вас приятно провести вечер. Обстановка и вкус Востока удивят вас. «Ночь Востока», светлого 27. Все одеваемся в шалунах. Огромное поступление зимной одежды и обуви. Скидки до 50%. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Первый микрорайон «Текаплаза», второй этаж. Замучила аллергия? Комплексный подход к вашему здоровью, диагностика и лечение аллергических заболеваний взрослых. В поликлинике РЖД «Медицина» Вачинский ведет прием врач-аллерголог. Запись по телефону 6-4194. Компания «Синт» представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 Мбит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. А у меня культурная часть программы. «Призрак оперы» и «Фредди Меркури». Ачинцы бесплатно могут попасть на концерт. У нас выступит лауреат международных конкурсов. Красноярский хоровой ансамбль «Тебе поем». Это будет в пятницу в ДК в 6 вечера. Вход свободный. В культурную столицу Ачинск артисты «Тебе поем» везут лучшее, говорит директор ансамбля Татьяна Завьялова. По ее словам, концерт составлен так, чтобы увлечь и пожилых слушателей, и молодежь. А некоторые номера Ачинцы увидят первыми. Программа сборная из наших двух новых концертов. Ачинцы увидят эту программу «Вперед, чем Красноярск». И в конце мы будем давать хиты нашей прошлогоднего сезона из «Призрака оперы» 4 фрагмента. И «Фредди Меркури» «Богенская рапсодия». Это наши хиты, которые понравятся безусловно всем, вообще всем. То есть это формат 10-90. Еще в программе «Школьный вальс» – журавлиная песня опера Иван Сусанин. Кстати, все будет сопровождаться и видео рядом, так что заслушайтесь и засмотритесь. Концерт продлится полтора часа, без антракта. Напоминаем, что вход свободный. А танцевальный коллектив «Сибирочка» уже покорил зрителей в Сочи своим талантом. С международного фестиваля воспитанницы Ирины Цветковой привезли сразу шесть наград. Забрали все первые места и еще взяли гран-при. Любуемся и гордимся воспитанницами «Сибирочки». «Сибирочка» только вернулась с сочинского фестиваля и сразу новые репетиции. Танцоры говорят, для наград еще есть свободная полка. Какую награду еще вы мечтаете? Если честно, для меня очень значимый конкурс народного конкурса «Годенка», который приходит в город Красноярск. Да, почему бы и нет. Мне кажется, это довольно престижная награда для нашего ансамбля и нужно к этому стремиться. 36 лет «Сибирочкой» руководит Ирина Цветкова. Показывает новые кубки. Все три группы воспитанниц – младшие, средние и старшие – стали победительницами. Золото взяла и солистка ансамбля. Улица – широкая, многолетний хит. Его танцует уже не одно поколение сибирочек. И всегда говорит Ирина Цветкова, этот танец приносит победу. В Сочи именно за него коллектив получил гран-при международного фестиваля. Ирина Цветкова У нас особенно принимали хорошо в зале, кричали, что кому присвоить гран-при, и почти весь зал кричал «Сибирочки». Очень приятно было. Совершенно посторонние люди? Посторонние люди, вообще отдыхающие. Там много было отдыхающих. Пришли смотреть, полный зал был, и все кричали, кому гран-при представить. Ну, говорят перед этим. Все кричали «Сибирочки». Сейчас в коллекции образцового ансамбля «Сибирочка» пять гран-при разных конкурсов и фестивалей. Выпускницы Ирины Цветковой танцуют по всей стране и преподают танцы. А чтобы сегодня попасть в коллектив, девочки проходят жесткий отбор. В программе только народные танцы. Наставница говорит, не самые маленькие, не опытные танцовщицы не хотят менять стиль. Телеканалу «Оса» загадывают желание, чтобы сбылось. Хочется, чтобы как можно больше было первых мест и гран-при, потому что, ну, все равно самые высокие-то и награды считаются. И хочется их как можно больше. Ну, все равно также хочется сказать, что каждая награда – это огромнейшая мотивация для нашего коллектива. В первую очередь для наших самых маленьких воспитанниц. Потому что, ну, каждой хочется стать прекрасной танцовщицей. Мария Липченко, Наталья Сусанина, Вильдан Калимуллин, Александр Сиделев. Новости телеканала «Оса». Спонсор прогноза погоды – «Наша аптека». «Наша аптека» теперь работает и днем, и ночью. «Наша аптека» рядом с вами 24 часа в сутки. Ждем вас по адресу 2-й микрорайон, дом 23, справа от Водолея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok